всем всем большой привет наконец-то наступает следующий месяц есть возможность поменять косметику месяца потому что я на сентябрь так мало почему-то отобрала теней что мне их не хватало и я постоянно обращалась к комодику и тестовала новые в этот раз я не растерялась набрала столько что мне хватит не на месяц а на три но лучше много лучше чтобы был все равно выбор чем оказывается маловато месяц длинные 30 дней но давайте постепенно мы потихонечку скорее начнем кое-что я оставила с прошлого месяца некоторые средства я решила из месяца в месяц оставлять чтобы их добить и уже перейти к некоторым продуктам но к другим продуктам потому что этих осталось чуть-чуть из-за этого переходит в следующий месяц моя вот этот база под макияж до праймер очень хорошие это от эйвен и не заряд энергии силиконовая основа я не буду сейчас доставать потому что из месяца в месяц он у меня почти гуляет 30 миллилитров очень приятный аромат и он хорошо прямо покрывает делает ровной кожу и правда бывает если я каждый ним пользуюсь закупоривает поры на крыльях носа вот бывает у меня такое и там возникают прыщики но это бывает крайне редко этой базы я пользуюсь не часто не каждый день но если злоупотребляю такое случается в этом месяце тональная основа остается от его мозаик идеально она мне подошла бежевый тон на загорелом сейчас лице вот просто идеально прямо прошлый месяц я брала 3-4 тональной основы но пользовалась только этой бежевый оттенок вот так он выглядит полностью не перекрывает недостатки но если вы наслаиваете второй например слой то кожа становится очень красивой и покрывающая способность тоже становится выше я прям вот в восторге от этого средства здесь 20 миллилитров но и осталось у меня если честно прямо вот немножечко на месяц наверняка не хватит потому что тут немного и если вдруг закончится хочу начать добивать вот это тональное средство от эйвон давайте вот так покажу название так видно да это вот такое вот тональное средство не залезу я с ногтем немножко трескается уже я думаю его пора добивать и использовать оно такое знаете самого начало было достаточно густое это как вот мусс что ли какое-то такое покрытие идет покрывает неплохо но я к нему долго привыкала и опять сейчас начну привыкать после вот таких вот средств очень сложно начать использовать вот такие потому что слишком плотные и нужно приноровиться чтобы ровно аккуратно распределять по лицу но буду использовать там что хочется добить настолько понравился вот этот консилер что оставила его на этот месяц это от мэйбелин оттенок оттенок давайте вот так покажу наверняка здесь есть оттенок но как я знаю в россии таких средств нет мне присылали в подарок тут очень удобное что идет поршень то есть вы когда крутите этот поршень вот он у меня сейчас видно уже доехал вот досюда то есть вот это вот все тоже было со средством пользуюсь с удовольствием очень удобный вот этот вот дозатор видите он светлый и поверх тональной основы очень хорошо закрывает под глазами синячки какие-то недостатки на лице и потом когда вы припудриваете не видно не выбеливает кожу и она хорошо закрывал хорошо покрывает вот какие-то недостаточки особенно вот у меня например темные круги дальше давайте пудра пудра я тоже оставила с прошлого месяца настолько она мне понравилась пудра от мэри кей оттенок вот здесь написан такая она классная это минеральная пудра у меня тут уже если честно такая луночка прорытый я думаю в этом месяце я до ямочки дойду тоже идеально покрывает прям вот ничего другого не надо приноровилась и после той от его мозаик тональной основы вот эта пудра ложится и эмотирование на весь день лицо свеженькое красивые не поправляю макияж до самого вечера так теперь брови ну не знаю показывает нет я их уже два года показываю это от эйвен моя верная палетка единственная крышка ведь она не открывается полностью тут зеркало воск давно кончился а вот тени вот они меня кто-то из девочек спрашивал насколько они плотные это все-таки тени для бровей конечно плотные сейчас попробую вам показать вот видите его так просто не набрать жесткой скошенной кистью только набирается этот оттенок поэтому все-таки это тени не для века для бровей они достаточно плотные пользуюсь пока не закончится он не закончится никогда потому что при каждодневном использовании они просто вечные далее давайте румяна да и всякие сверкалочки для лица от фаберлик я заказала вот эту трешечку тут в отличие от эйвен видите открывается хорошо мне понравились вот эти два средства а третье средство на данный момент мне не подошло потому что я загорела я его вообще не вижу на своем лице то есть бронзер вот так вот наношу смотрите его видно но он все равно достаточно бледный для белоснежек это хороший наверное будет бронзер у меня я его на лице не увидела вчера прямо вот уже прям перебарщивала изо всех сил старалась бесполезно румяна отлично ложатся и хорошо видно и хайлайтер тоже хороший и ложится тоже отлично вот видно прямо такое легкое деликатное свечение поэтому пока этим бронзером если только как тенями можно воспользоваться для век или для бровей как бронзер нет вот хотя смотрите на пальцы прям какой оттенок хороший переборщины даже такой ну вот по факту на лице пока но я сильно загорелая то есть пока еще за город сойдет буду пользоваться вот этими двумя средствами палетка отличная понравилась и какой бронзер я выбрала взяла тоже от faberlic его сейчас уже нет в каталоге так где у меня пальцы остались тут уже его видно он немножко в рыжинку он меня на замылил свече сам ничего не нарисую да он замылен у меня но все равно вот тут немножко видно вот так и так у меня пальцы кончились и здесь такой интересный хайлайтер который больше похож на тени у него прямо желтоватый такой потом кому идет видно вам чего-нибудь или нет кому идет вот этот хайлайтер очень красиво смотрится он прямо как золотом блестит я его чаще использую как тени вот сейчас попробую вам еще раз бронзер показать тут чуть-чуть чищу вот но видно все равно вот эта тень видно черней то и не надо в общем буду воевать с этими двумя бронзерами посмотрим не так уж часто я ими пользуюсь если честно чаще так румяшки и побежала дальше не буду долго останавливаться румяна я выбрала еще от марк это новинка от эйвен понравились я их уже тестировала они мне очень понравились открывается уже нормально крышка тут румяна матовые и такой светлый молочный хайлайтер давайте покажу вот здесь видите уже прямо отличная пигментация тут надо постараться чтоб не переборщить и на лице очень свежий делает румянец и свежее вот это свечение то есть если хайлайтер по-человечески нормально распределить то очень деликатное и красивое свечение получится прямо вот это вот рекомендую отличное средство никаких блестков никакого шиммера нет в румянах а хайлайтер очень деликатный тоже без блесток сатиновый такой ну просто красота и последнее средство из блестяшек которое я выбрала осталось прошлого месяца даже взяла себе купила уже второе средство это вот такая вот пудра она мне очень подошла и очень нравится деликатное желтоватое такое у нее свечение и она очень красивый делает красивым лицо как будто лицо светится изнутри на загар отличное средство поэтому оставила на этот месяц все из блестяшек все сейчас переходим к огромному количеству теней наверное мы на них зависнем и потом покажу помады с помадами я решила часть из project pen добавлять и просто те которые выбрала в этом месяце я очень подружилась наконец-то я подружилась с тенями от color tattoo с кремовыми тенями у меня оттенок 65 pink gold я даже проковыряла в этом месяце дырочку я стала использовать как базу то есть очень красивый оттенок он ложится на все подвижное веко как база и причем то что я накладываю поверх всегда есть места которые остаются вот это вот розовое свечение и настолько освежает взгляд не знаю покажу я вам тут или нет попробую очень красивый оттенок можно отдельно носить кстати с сиреневым карандашом для глаз очень красиво с фиолетовым очень красиво сегодня с фиолетовым я вот с этими тенями прямо вау как красиво оказалось понравилось и так как я подружилась с этими тенями я решила откопать все кремовые тени которые у меня есть чтобы тоже их использовать как базу поэтому в этом месяце я базу для теней не подготовила от very me арифлейм взяла две вот эти вот кружочка два кругляшика такие тени вот у этого очень красивый оттенок сейчас я нанесу они у меня уже сохнут потому что я не могла подружиться поэтому нужно активно активно ими уже пользоваться поэтому тени кремовые у меня будут из месяца в месяц наверное оставаться в косметичке пока не высохли я ими буду пользоваться и второй оттенок так я не показала так вот название первого оттенка который я сейчас показала и название второго так давайте посмотрим второе вот эти еще нет не сохнут эти прямо я покупала одновременно вот так вот второй оттенок не знаю почему вот эти сохнут они у меня не старые ну вот тем не менее может быть они в арифлейм уже какое-то время жили а вот эти прямо мягкие мягкие нежные наисвежайшие так и еще одни тени которые тоже от арифлейм хочу с ними подружиться это самые сложные для меня сейчас их нет вот вельвет блас ну я не буду уже читать вот смотрите это вот линейка оттенок оттенок не знаю какой наверное у них уже нет этих теней а я вам оттенки показываю вот такой вот цвет вообще цвет очень красивый поэтому буду дружить и с ним он свежий такой прямо блестит потом подсохнет и будет более матово лежать вот буду дружить еще вот с этими тенями пусть будет следующее что я выбрала очень редко я стала пользоваться большими палетками поэтому я решила в этом месяце взять вот эту книжку и когда мне лень соединять разные оттенки я буду пользоваться этой книжкой тут есть большое зеркальце вот видите оно тут и вот такие оттеночки здесь прямо все нюдовые для дневных макияжей ну а тут вся середина тоже можно отнести вот к этой палитре они чем-то схожи ну вот здесь вот есть зелень и внизу чуть-чуть ярких вот таких оттенков но в целом палетка посмотрите она такая спокойная нюдовая эта палетка вообще у нее ну вот только название отель что это и нет никаких вообще больше данных давайте несколько сделаю свотчей чтобы пигментацию нам с вами понять рефильчики очень маленькие в них даже палец не пролазит так еще какие без вас самостоятельно пытаюсь сделать свотчина ладно прямо даже мизинец у меня не пролазит в это отделение ну вот смотрите я 4 штуки разных отметил посвотчила вот видите которые нюдовые они вообще классные в основном ими я и пользуюсь чем-то эта палетка схожа с палеткой от мэйбелин да вот у них такая самая ходовая вот нет не мэйбелин ну вы поняли наверное ну в общем вот буду пользоваться отель вот этой палеточкой кстати вот смотрите зеленый набрался как на палец и как он передался как тень видите передается не очень хорошо это я кстати когда ей пользуюсь тоже это замечаю что некоторые оттенки нужно наслаивать и наслаивать чтобы вот красивый цвет который я хочу получить далее конечно новинка от флормар у меня в этот месяц пошла вот в таком оттенке тут уже настолько сочные цвета пальцы умещаются рефилы огромные и вот так вот смотрится цветоотдача это вообще едва касаешься и вот так ничего не сыпется замечательно переносятся эти тени идут сейчас в распродаже в улыбке радуги поэтому если хотелось бы вам еще их приобрести там кстати в некоторых улыбках радуги есть разные оттенки это в нашей только эти остались поэтому можно воспользоваться от фаберлик взяла палетку вы знаете я ее взяла только потому что не так давно вы видели я снимала ролик если оставить всего десять средств то из косметики и эта палетка у меня была в этом в этих десяти средствах поэтому ну не могла я пройти уже мимо нее раз я ее выбрала я ее оставила и на этот месяц чем хороши тени от фаберлик их можно как сухим так и влажным способом наносить цветоотдача у них это просто на высоте вот так очень красивый зеленый серый цвет вот так смотрится реально красиво вот так далее еще очень много от фаберлик взяла eye to eye по-моему кожаные перчатки называлась эта палетка взяла потому что то что я вам сейчас показала эти тени не похожи ни на одни из тех что я сейчас выбрала видите они прямо особенные я ими очень люблю пользоваться это для меня быстрый макияж если хочется сделать быстро и красиво то это вот эта палетка и набрала я раз два три четыре пять пять однушек давайте вот так пять однушек давайте от люмене начну это белые прямо чисто белые тени по-моему даже оттенок 01 потому что все у меня тут бежевые а белых нет вот они теперь есть от сакара оттенок давайте вот так ищите не знаю если там оттенок какой-нибудь я не вижу если я вверх ногами не показываю очень красивые сияющие розовые тени их можно вообще просто как базу на веко можно для растушевки других теней я использую как их индивидуально сами по себе так и как базу вот для этой трешки буду использовать первый от катри с зеленым оттенки это металлик так 0,70 оттенок такое у них свечение очень красивое смотрите ну в общем из космоса на вас поглядят и увидят очень красивый оттенок от нинель уже просто любимки мои стали так тут оттенок 704 от нинель продаются еще по скидке по 99 рублей но там серые светло-серые остались и темно-серые а мне не очень идут серые поэтому я их не брала вот эти синие это просто небо темное вечернее небо прямо шикарные и последний тоже шикарный цвет вообще вот тени нинель это просто вау я наверное все равно за серыми вернусь и куплю их 705 если у вас вы любите вот такие яркие оттенки то нинель это то что вам надо прямо сейчас 99 рублей такие рефилы а у них качество конечно бесподобное посмотрите вот у меня есть еще такие зеленые но я решила зеленые не брать и взяла зеленые в этом месяце от катрис вот и я их буду уже тушевать либо вот с этим розовым от сакара либо от люмине с белым ой красота я боюсь что палетки не прикоснусь но нет дневные макияжи я буду делать именно той палеткой а вот поярче вечерние это вот все вот эти все представляете это все тени которые я выбрала на месяц вот боюсь не маловато ли я так это все тени это тени это тени и это тени ну сейчас буду пугать вас помадами с тенями мы разобрались помады так из project pen я решила взять четыре штуки не знаю показывать вам их сводчи или нет давайте я покажу прямо вот без 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 цвета ну вот без вот этого 255 хотя но в этой помады уже нет в продаже это очень красивая моя любимая помада ее осталось прямо чуть-чуть но я все равно ее в проекте потому что то что чуть-чуть от the one тоже осталось вот вот столько она быстро заканчивается красивый такой коралловый цвет вот так давайте поближе покажу а то опять скажут одинаковые вот такая коралловая от люкс взяла поярче которая тоже вот все что осталось люблю люблю этот цвет руках часто тянется вообще вот эти помады от project pen у меня обычно раскиданы по карманам по сумочкам и они у меня всегда под рукой куда бы я не шла и последнее что я выбрала это в седьмом оттенке от кларан вот ее прямо вот осталась такая вот малышка конечно то что чуть-чуть хочется добить чтобы уже на их место вставали новенькие вот все оттенки разные все красивые и мне идут так это то что касается project pen и то что я отобрала на этот месяц взяла я палетку вот эту блесков можно назвать даже и глянцевых помад от oriflame мой любимый цвет я левша давайте левый буду показывать вот этот сейчас я вам нарисую его конечно это не блески это помады видите прям вот реально помада сейчас вам покажу еще какую-нибудь кисточку почищу давайте вот этот коричневый покажу прям такие жидкие помады вот такая ну красота и вот этот темненький давайте не хочу много ковырять потому что их тут не так и много я жадина у меня же помад мало и вот такой вот яркий то есть вот эта палетка она вообще вот от самых нюдовых простых до самых таких прямо вау вечерних ярких помад так моем кисточку и будем пользоваться в этом месяце буду пользоваться и давайте посмотрим помады которые я отобрала ну хотя мы их уже и смотрим о чем я говорю с прошлого месяца оставила вот эти две помады от Mary Kay первая помада в таком сиреневом оттенке сочном они такие кремовые поэтому боюсь что они будут подсыхать и решила их побольше успеть использовать и вот такая коралловая помада очень красивая она не сильно яркая смотрится как такой ну и блеск в то же время как помада такая не ярко ложится очень красиво от Avon всем приехали вот эти помады маркеры вы знаете вот эта клубника по цвету мне очень понравилась она такая нюдово-коричневая с каким-то небольшим розовым подтоном чуть-чуть подсушивает конечно губы но смотрится на губах на моих по крайней мере красивые я решила что пока она не высохла и ей можно пользоваться пусть будет всего два блеска выбрала в этом месяце один от Vivienne Sabo в оттенке 110 совсем недавно тоже я его купила по хорошей скидке в магнит косметика они продаются это вот такой блеск на каждый день когда сильно не хочется выделять губы вот он так вот ровно красиво глянцево ложится немножко липнет как положено и второе взяла в чем-то схожий от Lamelle вообще от Lamelle мне нравятся как помады так и блески к сожалению нету оттенка потому что он у меня был на бумажке на следе ну оторвала я естественно вместе с следой от Lamelle можно купить в улыбке радуги смотрится как помада очень красивый оттенок видите прямо вот вот такой оттенок губы смотрится просто вау если часто вот как мы говорим вот этот оттенок это для всех подходит прямо универсальный он такой и шесть помад которые я отобрала от Faberlic уже вот эту помаду я хотела тоже в Project Pen но не успела забыла она у меня в сумочке была ее осталось немного она мне очень нравится это те помады которые у меня всегда должны быть они такие полу глянцевые полупрозрачные беспроблемные губы всегда увлажненные и красивые с ней от Max Factor новинка которую я только только купила влюбилась вот прямо верной преданной любовью вот такой оттенок 755 очень красивый стик это первая помада от Max Factor у меня и прямо вот она прямо очень очень понравилась она похожа немного на матовую но в то же время видно что как бы знаете полуматовая в то же время у нее сатин есть но не такое чтобы прямо блеск какой-то добавить но в общем красивая помада очень понравилась также матовая помада мне понравилась очень от Catrice я ее уже ношу последние дни прямо вот как купила в третьем оттенке так и ношу вот так вот она смотрится после еды она немножко бледнеет и хорошо наслаиваются потом то есть вы ее обновляете не надо стирать остатки прямо сверху обновляете и смотрится помада красиво блеск на ней тоже очень хорошо ложится если вы хотите матовую помаду сделать снова блестящей ну или сделать просто блестящей то любой блеск ложится хорошо и помада становится сияющей также то что я купила вот только-только также от Catrice но уже по-моему увлажняющая помада в седьмом оттенке все последние новинки я в эту косметичку но это естественно потому что конечно мне хочется поносить вот такой цвет это помада на каждый день вот такая помада должна быть всегда у меня с собой и вот мне часто говорят девочки пишут что одно и то же да вот это вот помады которые я практически когда я хочу какую-нибудь серию потестировать новую я беру этот оттенок и это нормально то есть у меня помада не одна и та же что вот например от Catrice все вот эти вот в седьмом оттенке нет одна от Faberlic другая вторая там от Avon третья от Catrice но конечно цвет я беру тот который мне идет и когда тестирую я рассказываю своим зрителям как этот оттенок помады как эта серия на мне смотрится но естественно я не буду брать бордовую если она мне не идет я куплю то что мне надо и от Rimmel тоже новинка так вот так нет вот так 066 оттенок вот такой красивый цвет какой-то он прямо металлический давайте вот здесь нанесем вот такой сочный яркий яркий вечерний для меня это очень темный потому что мои губы почти белые очень светлый пигмент на губах и поэтому такие цвета для меня это прямо вау как ярко и последнюю помаду которую я выбрала это от Maybelline вот эта вот серия 178 оттенок и вот такая она куда нанести давайте вот здесь вот вот такой оттенок ну и давайте медленно-медленно повращаем мои одинаковые как говорят помады это то что я выбрала ну много не мало пусть будут зато когда я по сумочкам раскидаю по разным карманам у меня что-то останется еще и в косметичке когда макияж делаешь не надо бегать по карманам искать куда я там чего засунула ну и последнее что я хочу показать это туши у меня был запрос показать туши которые у меня в запасах но девчонки это настолько неинтересное видео потому что ну показывать туши которые я открывать не буду мне кажется это совсем не интересно но так как запрос был и я обещала показать я решила что кому интересно это и кто этот запрос делал вы оставайтесь до конца и досмотрите а все кому просто интересна косметичка сейчас вот после туши которые открыты мы распрощаемся две туши у меня есть из цветной линейки от фаберлик первая 5509 это супер черная как то так она называется она у меня уже начинает подсыхать красит хорошо еще пока пользуюсь и вторая 5507 это цвет хаки тоже еще пользуюсь она у меня скорее уже заканчивается но средства еще есть поэтому эти две туши у меня сейчас самые активные ну конечно активней черные это база которая у меня от мэри кей я показываю только если щёточку такая разноцветная щёточка и прозрачная гелевая основа которая я наношу до туши тушь водостойкая я ее пока не использую потому что жду когда начнется сезон дождей и она будет более необходима сейчас пока в ней нет смысла если она у меня останется еще свеженькой то в дожди и дальше если до снега доживет в снегопады это будет выручаловка ну и вери ми которая у меня вообще не кончается мне уже просто интересно когда она закончится ее осталось мало но она прекрасно красит этой туши 3 года 3 года и все 3 года она мне верой правдой служит мне кажется она еще 10 лет прослужит все это моя косметичка сейчас я покажу туши которые у меня в запасах и из них я выберу себе наверное две чтобы пополнить косметичку вот месяца первая у меня вот от этой фирмы это мне прислали из Америки Оксаночка пока я ее берегу не знаю что за фирма что за тушь щеточка судя по всему вот такая черная оттенок черный вот вторая из Израиля ко мне приехала от Лерочки волим вот такая вот щетка оригинальная в первом оттенке тоже black даже ночь что ли черная ночь так от Эвелин вот такая красотуля есть вот такая щетка у нее ну это самое видео не информативное получается вот этот хвост ну вот так вот посмотрим просто посмотрим красивые упаковочки так вот я вижу у меня две одинаковые это обе подарок экспресс вольюм от Фаберлик 55 56 артикул но насколько я знаю от Фаберлик туши недолго хранятся поэтому давайте мы откроем такую тушь так тоже хулиганю отрываем давайте посмотрим что за ой какая малышка я думала я сейчас такую лошадь выну и просто такая огромная банка я думала очень и очень большую она вот прямо с мизинчик щеточка вот ой она такая классная смотрите прямо как паучок тонкие-тонкие ворсиночки я впервые такую щетку вижу а вот она еще какая смотрите ух ты какая классная хочу так будем вот такой в общем пользоваться так такая толстуха у меня сейчас никуда не влезет ну вот сюда давайте так теперь это не лезет ладно давайте толстушку вот сюда поставим дальше две но я открывать уже не буду потому что судя вот по этой very me от oriflame эти две тоже смогут выжить в моих запасах туши мне все абсолютно все приезжали в подарок от девочек поэтому вы можете видеть двойные тройные вот нет не все врут эту я сама лично купила так девчонки хвалили эту тушь это от faberlic пятьдесят три двадцать семь что я ее купила но так как запасов много она у меня бедненькая легла в запасе это sexy pal это класснючая просто тушь одна она у меня мне кажется две не вижу вторую значит одна осталась очень хорошая вот эта тушь люблю ее нежной любовью она от и фраше от верими это oriflame тушь наверное черная москара не знаю black наверное еще не знаю вот такая от oriflame от faberlic есть вот такая не вижу тут ни номера ничего вообще такая и все вот весь мой обзор вот такая и вот такая life название life номер один black классненько смотрится классно такие у меня запасы так тут лайнеры есть а есть вот такие малышки у меня три черных фломастера лайнера подводки они у меня так и лежат в запасе пока первая тушь малышка пробник сейчас с вами какой-нибудь пробничек еще откроем красиво смотрится потому что мне не хочется что пробники сохли это пробники дорогостоящих хороших туши и надо их успеть попробовать такая не вижу щеточка какая вот такая не вижу какая ладно пока прячем сейчас выберем это а вот она секси пал это пробник вот этой вот от фаберли кстати у меня был пробник мне его хватило на месяц даже больше у нее у пробника щетка точно такая же как и у полноразмерной версии и красит вот прям вау долго и классно так от клоранс номер один black тоже три с половиной миллилитра тушь это и в сен лоран тушь у меня такая была но я не знаю может быть они разные серии я не знаю она не впечатлила сильно ну как бы знаете как обычная тушь жанули последнее время такую тушу пользуется и говорит что прямо вау супер пупер вот надо будет попробовать еще раз может быть они разные и вот от сепфора 3 миллилитра black давайте сепфору откроем сепфору и посмотрим чтобы у меня они не сохли я не могла пользоваться что там за щеточка вот такая щетка свеженькая мне вот эти вот малышки пробники все присылала оленька оленька ткачева спасибо тебе огромное благодаря тебе у меня есть возможность попробовать вот такие дорогостоящие хорошие классные туши так что сепфору мы оставляем куда мы ее воткнем давайте с бачка и вот такие получаются у меня мои запасы туши много туши у меня много ну что делать кому сейчас легко будем пользоваться надо вот эти две конечно вынуть из коробочки ну вот что-то у меня пока рука не поднимается и они у меня тоже здесь лежат в общей кучке вот так все это убираем вот такая косметичка в этом месяце очень большая получилась толстушка которая не влезла спасибо огромное всем за внимание надеюсь со мной было интересно всем до новых встреч и всем пока